Итак, сегодня 10 фактов об Александре Невском. Факт номер один. Невским Александра называли еще при жизни. Факт номер два. Александр Невский разбил шведов, которые пришли захватить Ладу. Факт номер три. Александр Невский сказал, кто с мечом к нам придет, тот от меча и погиб. Факт номер четыре. Александр Невский разгромил рыцарей Ливонского ордена на Чудском озере 5 апреля 1242 года. Факт номер пять. Рыцари проиграли ледовое побоище, потому что утонули. Факт номер шесть. На самом деле никакого ледового побоища не было. Факт номер семь. Александр Невский был садистом. Он резал носы и выкалывал глаза. Факт номер восемь. А еще Александр Невский был ордынским коллаборационистом. Факт номер девять. Александр Невский был приемным сыном баты. Факт номер десять. Александр Невский святой, чьим мощам молится о смелости и мудрости. Какие из них правдивые, какие ложные, вы узнаете, если досмотрите до конца. Кто такой Александр Невский? Это победа в Невской битве 1240 года, когда злые шведы вознамерились захватить либо всю новгородскую землю, либо часть ее. И решительный удар дружины Александра Невского 15 июля 1240 года разгромил шведские отряды и заставил шведов навсегда отказаться от идеи подчинить новгородскую землю. Александр Невский – это победа на Чудском озере. 5 апреля 1242 года, в результате которой якобы утонула половина рыцарского войска, а оставшаяся половина была либо убита, либо взята в плен. И опять же, навечно ему всегда, новгородская земля, освободилась от угрозы уже рыцарской агрессии. Александр Невский – это дружба с Батыем, которую он выстроил в ущерб собственным интересам, в ущерб здоровью родного брата и обрек русские земли на Игор, которая продлится без малого 240 лет. Вот это самые популярные образы Александра Невского. И как бы ни старались историки-исследователи, историки-просветители хоть как-то переломить этот устоявшийся образ Александра Невского, получается, надо сказать, совсем неудачно. И, конечно, последний гвоздь в гроб настоящего, реконструируемого образа Александра Невского вбил Сергей Зинштейн своим фильмом, где, собственно говоря, даже марка с изображением Александра Невского и орден святого благоверного князя, учрежденный в 1943 году, писались по портрету Николая Черкасова, а не не Александра Невского. Хотя останки Александра Невского сохранились до нашего дня. Слава или неудача любого правителя определяются обстоятельствами того времени, в котором он живет. Александру выпала нелегкая доля, как и другим князьям, управлять большими территориями в период, когда русская земля, по сути дела, находилась на коленях. После Батыево нашествия 1937-1938 и 1939-1942 годов тысячи крепостей было уничтожено или им был нанесен серьезный урон. Десятки князей было убито или взято в плен. И, возможно, десятки тысяч людей просто погибли, сражаясь, держа оборону, осаду. Это невосполнимый ущерб для русских земель. Отец Александра Невского, князь Ярослав Всеволодович, после убийства князя Юрия Всеволодовича, такого последнего домонгольского князя Владимирской земли, Ярослав вернулся во Владимир. И даже в русской живописи 19 века есть ряд серий картин, как Ярослав возвращается во Владимир. Разгромленный, сожженный, с горами трупов на улицах. Конечно, это художественная картина, но тем не менее она хорошо передает те реалии, в которых оказались русские земли на рубеже 30-40-х годов. Это, с одной стороны, чудовищные экономические последствия, огромное количество потерь и начало выстраивания системы зависимости. Мы как-то очень легко запоминаем нашествие Батыя, и иго для нас становится делом каким-то совершенно естественным. Вместе с тем, то, как выстроилась эта система зависимости, весьма показательно и интересно. Пункт первый. Русские земли территориально не вошли в государственное образование Золотая Орда. Золотая Орда – это автономия в рамках Монгольской империи, и этой автономии Золотая Орда обязана хану Батыю, которую, собственно, этой автономии добился. Так вот, зависимость русских земель была двух уровней – от Монгольской империи и от государства Золотая Орда. И, кстати говоря, вот это вот противоречие потом будет приводить к разнообразным восстаниям и карательным походам, которые будут организовывать монгольские ханы или золотардымские ханы. Это первое. Второй момент. Русские земли, кроме начавшейся системы зависимости, а она только выстраивается с 1243 года, и пока никаких четких прописанных правил нет, русские земли на северо-западе сталкиваются с дополнительной агрессией. Я имею в виду, конечно же, тянущийся сто лет новгородско-шведский конфликт и начало крестового похода крестоносцев в Прибалтию. Александр Невский оказался участником событий на северо-западе, а потом, собственно, и событиями, и выстраиванием взаимодействия с Золотой Ордой. Александр рос в семье известного человека. Его отец Ярослав Всеволодович являлся вторым по старшинству сыном великого Владимирского князя Всеволода Большой Гнездо. Александр являлся вторым сыном князя Ярослава. Старший сын Федор умрет в 13-летнем возрасте, и потому Александр будет считаться старшим наследником Ярослава с временного момента. По житию Александр родился в 1220 году. Уже в 6 лет князь Ярослав, на тот момент новгородский князь, оставляет его в Новгороде вместе со своими наместниками для управления текущими вопросами сам же Ярослав окунулся в борьбу с немецкими крестоносцами, которые с начала XIII века высаживаются в Прибалтике, основывают город Рига. Действовало два ордена. Это орден меченосцев, непосредственно соприкасавшийся с границами новгородского княжества, и орден Тевтонский, находившийся в западной Прибалтике. И вот Ярослав, собственно говоря, вел постоянную серьезную борьбу с крестоносцами. 20-е и 30-е годы – это неоднократные сражения с отрядами крестоносцев в союзе с литовскими племенами, а потом в противоборстве с литовскими племенами. И, судя по всему, Ярослав, опять же, доверяясь житию, Ярослав стал своего сына привлекать к этой борьбе, естественно, приучая его к военному искусству и обозначая какие-то самые важные направления политики новгородского князя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В 1199 году папа Иннокентий III объявил крестовый поход, очередной крестовый поход против языческих племен, которые населяли Прибалтику. Надо отметить, что Прибалтийская земля в нашем понимании не была пустой. Там проживало большое количество различных литовских и финно-угорских племен. Постоянно приходящие в Прибалтику крестоносцы осуществляли две основные истории. А первая история – это захват земель, чисто экономическая причина. История вторая – религиозная, насильственное крещение и обращение этих языческих племен в католичество. Противоречие с новгородской землей случилось в том, что новгородцы привыкли рассматривать финно-угорские и частично литовские племена как зону своего влияния. Опять же, термин неисторичный для XIII века, но он понятен нам с вами. Новгородцы крестили вождей тех или иных племен, они взымались в них вдаль и вели с ними активную торговку. Поэтому появление крестоносцев, весьма вооруженных и опытных в военном искусстве людей, в новгородские планы, что называется, не входило. Потому что уже с начала десятых годов, после того, как крестоносцы приступили к активной фазе присоединения новых земель и обращению в католичество местных племен, новгородцы бросают военный вызов этим крестоносным объединениям. В общем, история борьбы в Прибалтике по времени охватывает как минимум 70 лет. Пожалуй, только в первой половине XIV века прекратятся вот эти постоянные военные столкновения между Новгородом и Ливонским окном. Александр выполнял роль князя в Новгороде, когда его отец отсутствовал. И это не должно удивлять нас с вами, потому что Ярослав, несмотря на свою непопулярность в определенной части боярских кругов Новгорода, все-таки осуществлял свою ключевую функцию. Это оборона новгородских земель. В условиях обострения отношений с крестоносцами роль княжеской дружины и способность князя организовать сильное новгородское ополчение, вот все эти княжественные навыки приобретали большое значение. Потому новгородцы были вынуждены во многом мириться и с нахождением Ярослава, и с нахождением его сына. Надо сказать, что новгородцы очень серьезно страдали и от Ярослава, и потом и от Александра. Надо отметить, кстати, что вот эта новгородская история и новгородское происхождение, если угодно, Александра Невского очень серьезно повлияет на судьбу этой республики в дальнейшем. Уже в 50-е годы сложится четкая традиция политическая, когда в Новгород наместником сажается сын Владимирского князя. И эта традиция практически без нарушений просуществует до Ивана Третьего, который в 70-е годы 15 века Новгород формально включит в состав уже московского княжества. Александр с раннего возраста вместе с отцом в походах очевидно, что он мог внимательно ознакомиться с тактикой крестоносцев, что в дальнейшем поможет ему одержать ряд военных побед. Конечно, все очень серьезно изменилось в 1237-38 годах с приходом Батыя. И, собственно, после убийства Юрия Ярослав становится старшим князем в Владимирском доме, и, видимо, он занят восстановлением земель после страшного разгрома. А Александр остается новгородским князем. История Невской битвы 1240 года, это день воинской славы сегодня в нашей стране, она весьма прозаична. Шведы, видимо, не в первый раз организовали военный поход. Они погрузили какое-то количество своей пехоты, в том числе тяжелого вооруженной, на корабли. И пригнали эти корабли через Финский залив и реку Нева в Ишору. И встали там лагерем. Это реконструкция тех письменных свидетельств, которые нам остались в наследстве. Конечно, точно мы не узнаем. Если обратиться к предыстории этих взаимоотношений, то это борьба за это тонкое речное горлышко, которое связывало Ладожское озеро и Финский залив. И, судя по всему, шведы стремились взять под контроль этот район для того, чтобы потом построить там крепость. Ну, во всяком случае, в дальнейшем, в начале XIV века шведы что-то подобное будут делать. Они, например, заложат крепость Выборг, нынче город Ленинградской области. И само сражение больше похоже на мифический пересказ того, что происходило на самом деле. В истории о Невской битве, обильно представленной только в Новгородской первой летописи, в шведских сагах ничего о Невской битве, к сожалению или к счастью, нет. В новгородской первой летописи рассказываются о подвигах дружинников Александра. Александр получил известие о том, что шведы высадились и находятся рядом с Новгородом. Не дожидаясь решения Веча, потому что вопрос войны и мира – это полномочия Веча, он со своей собственной дружиной, очень весьма малочисленной, отправляется на встречу шведам и ранним утром нападает на их отряд. Разобраться в правде невозможно, хотя бы определились с местом. Александр Невский, вроде как битва на Неве, но слава богу, за последние 30 лет уже историки нашли, договорились, что место сражения, конечно, реки Ижора. И Александр Невская лавра, которая была основана Петром в начале 18 века, как бы на месте Невской битвы, конечно же, никакого отношения к реальному месту сражения не имели. Но вместе с тем мы вынуждены признать, что Невская битва была, потому что есть письменный источник, который это описывает, и мы не можем не обращать на это внимания или сделать это незначительно. И все же археологи исследовали эти районы, и обломки каких-то военных предметов середины 13 века в небольшом количестве там были обнаружены. Может быть, Невская битва – это более поздняя вставка летописцев, которым нужно было подтвердить силу и величие князя Александра Невского. Может быть, действительно, Невская битва – это какой-то собирательный образ тех стычек и небольших сражений, которые, очевидно, были на протяжении всего 13 века. Тем не менее, в учебниках это есть, и прозвище Невский свое получил. Опять же, исследователи эпохи Александра Невского склоняются к тому, что вот это прозвище Невский, оно не из-за битвы, а оно относит нас к тем небольшим земельным владениям, которыми распоряжался князь Александр в качестве новгородского князя. И тогда, кстати, становится более логичным, почему все-таки сражение в районе реки Нева и Ежора могло состояться. Александр непосредственно защищал свои личные земельные владения. По жизнеописанию Александра он вернулся в Новгород победителем и через короткое время был изгнан из города. Опять же, документальных подтверждений, что в таком-то году таким-то решением он был изгнан, конечно, не было, но поведение новгородцев весьма характерно. Бояре, с одной стороны, могли испугаться роста популярности после такой победы, если это сражение было. С другой стороны, Александр Невский мог нарушить определенные правила, которые нарушать было нельзя. Если дословно доверять житию, то Александр без решения вечи направился со своим отрядом на встречу шведов. А это, очевидно, нарушение договора, которое заключало новгородское вече, приглашаемый вече князь. В таких патриотических документальных фильмах это очень подробно описывается и реконструируется, что чувствовал Александр Невский, когда его изгнали из Новгорода, что он ушел к отцу во Владимир. И вот, значит, был, наверное, очень возмущен. И вдруг, ни с того ни с сего, в 1242 году, 5 апреля, мы Александра находим на льду Чудского озера громящего большое количество крестоносцев, опять же, большую часть которых он сумел отправить под лед. Редактор субтитров А.Семкин предыстория ледового побоища весьма понятна. Новгородцы, как я уже говорил, чуть выше вступили в серьезное военно-экономическое противостояние с орденом. И надо отметить, что к 1237 году победа, пожалуй, была на стороне Новгородской республики. В 1236 году орден меченосцев был по одним подсчетам на треть, по другим на две трети разгромлен объединенным литовско-псковским войском под современным городом Шауляй. Хотя историки так дискутируют и активно, где на самом деле эта битва произошла, но 22 сентября до сих пор в Литве и Эстонии празднуют как праздник Балтийского единства. Разгром был настолько серьезным, что Папа Иннокентий IV был вынужден в 1237 году объединить два ордена в один. Он объединил орден тевтонцев и орден меченосцев в один ливонский орден. Псковичи, которые вместе с литовскими племенами разбили значительную часть ордена меченосцев, вообще играли очень отдельно. Александр снова вернулся в Новгород, собрал отряд и даже ополчение и как бы отправился в поход сначала в Псковскую землю в начале 1942 года, он освободил Псков, ну а затем уже вторгся непосредственно в пределы образовании ливонского ордена. Границ, конечно, не было, межевых знаков никаких не было, но он вторгся в пределы, которые считались территорией ливонского ордена. Что интересно, вторгшись, он начал вести себя как стандартный князь XIII века. Он разделил свой отряд на несколько частей, и эти отряды громили села, причем в этих селах и поселениях жили не крестоносцы, а жили местные прибалтийские племена, в основном эсты, громили, возможно, убивали, забирали продовольствие, дел был зимой, войску фураж очень нужен. И, в общем говоря, таким образом, видимо, Александр Невский хотел подчеркнуть силу своего авторитета, чтобы местные прибалтийские племена не соглашались на сотрудничество с ливонским орденом. Ливонцы постарались максимально быстро отреагировать на эту спецоперацию Александра Невского, и в марте-апреле был собран какой-то отряд крестоносцев, 300-400 рыцарей во всеоружии, они же крупные землевладельцы, это целая корпорация, у каждого рыцаря свой меченосец, большое количество подчиненных ему крестьян или каких-то подчиненных других местных племен, это и политическая, и военная сила. Поэтому разгром на Чудском озере рыцарей это серьезный удар по силе военной силе Ливонского ордена. Александр проявил себя как грамотный полководец. Если дословно воспроизводить житие, то свою конную дружину, которая по силу и обличии мало отличалась от танков-крестоносцев, русские дружинники тоже, в общем говоря, были очень серьезно вооружены, и военные реконструкторы сравнивают количество килограмм на каждом на крестоносце или на дружиннике Александра Невского, и, суть по всему, 60 килограмм доспехов на дружиннике Александра Невского – это норма. Так вот, Александр Невский свою дружину расположил по левому и правому краю, а по центру поставил новгородское ополчение. Понятно, что это люди, чьим первым делом война не являются. Крестоносцы использовали легендарный клин или свинью, то есть увеличивающийся от острия количество рыцарей, которые идут, сомкнувшись, выставив вперед копья, и вот такой танк следует на новгородское ополчение в начале сражения. И Александр Невский целенаправленно поставил в центр в своем боевом порядке не очень умелых военных для того, чтобы они были убиты и, в общем говоря, смятены. Целенаправленно опять же Александр за спинами этих ополченцев сваливает всякий скарб, вещи, то, что, видимо, было награблено совсем недавно, когда его отряды окружили по землям эстов, для того, чтобы ополченцам не было места, не было возможности отступить с поля боя. И когда крестоносцы несколько увязли в построениях ополченцев, именно в этот момент с правого и с левого фланга ударила свежая конница дружина Александровского. Легенды много. То, что битва была, подтверждается историческими источниками и археологическими изысканиями. После победы над левонцами Александр, очевидно, вместе с отцом занимается какими-то политическими вопросами. В 43-м году Хан-Баты вернулся из европейского похода, осел в дельте Волги, где будет потом основана его столица, сарай, и приглашает к себе русских князей. Видимо, одним из первых к Батыю отправляется Ярослав Севнович. Ярослав в 43-м году получает ярлык на великое княжение. Очень интересно, почему именно Ярослав, а потом, собственно, его потомки станут в глазах Батыя главными и самыми важными претендентами на ярлык, то бишь старшими в русских землях. Судя по всему, монголы относительно молодое образование, а династия монгольская от Чинглисхана до Баты это только третье поколение, все-таки еще чтили память старшинства. И со слов каких-то своих лазутчиков, и, видимо, именно этими соображениями руководствовался Баты, когда вручал ярлык Ярославу Всевновичу отцу Александра Невского. Надо сказать, что судьба Ярослава не пощадила, он пал жертвой интриги между Батыем, который стремился к автономии западной части, так называемой Золотой Орды, от всей Монгольской империи. И вот интриги и прямая борьба между монгольским ханом и Батыем, а потом его наследниками, который включал в себя убийства, отравления, прямые военные столкновения, различные требования к одной и той же подчиненной земле, в нашем случае к русской земле. Вот этими событиями наполнена история русских земель с 1240-х годов до начала XIV века. И в этом смысле нам не нужно сильно гордиться. К сожалению, русские земли оказались подчиненными. и события, многие события и решения, которые происходят в это время, объясняются и они находятся в прямой зависимости от того, что происходит в Орде и во всей Монгольской империи. В 1946 году Ярослав отправился в Гаркарум, потому что от монгольского хана он ярлыка не получил. И во время этого визита он погиб. Судя по всему, Ярослав был отравлен матерью монгольского хана. В 1947 году Андрей становится Владимирским князем и получает ерунду, а Александр становится Киевским князем. Правда, в Киев Александр не поехал, потому что, как писал тот же Карпини, в Киеве осталось 200 дворов. Киев действительно, судя по описаниям и археологическим изысканиям, превратился практически в поселок после всех вот этих вот событий 12-13 века. Александр, видимо, в какое-то время проводил в Новгороде, в какое-то время весьма спокойном и обеспеченном Переславе-Залесском в 1252 году. Александр, что-то не поделив с братом, с Андреем, отправился в Батыю, нажалился на него и Батыи направил Неврюеву рать, так называемую, которую командовал, очевидно, военачальник Неврюй, весьма воинствующая персона. И эта Неврюева рать разгромила города, которые подчинялись Андрею, а сам Андрей нашел укрытие только в Швеции. То есть даже в Новгороде его отказались принимать, пришлось бежать в другое государство. И вот Александр Невский в таком ключе рисуется как очень непритягательный правитель, который был готов пожертвовать жизнью своего брата ради собственной власти. Сложно установить, чтобы Александр Невский действительно в рамках каких-то своих представлений и своих устремлений был готов пожаловаться на своего брата. Более того, в 1252 году в Орде, в Монгольской империи сменилась власть. Престол в Каракароме занял Минке. Это двоюродный брат Батыя, который сумел захватить власть именно при помощи Батыя. И, соответственно, потребовалось подтвердить ярлыки у нового хана. И Андрей, судя по всему, отказался ехать и к Батыю, а потом в Каракарум, к монгольскому хану, чем, собственно, и вызвал гнев Батыя, который он направил рать и таким образом покорил, а вообще изгнал Андрея. Александр Невский, был ли он виноват в этом, сказать достаточно сложно. Но то, что Александр стал надежным партнером Батыя, до самой смерти Батыя в конце 50-х годов, это факт. И в этом смысле он, конечно, обращался на восток. Сказать о том, что он сделал выбор, я не могу. Был ли у него выбор? Наверное, надо ставить такой вопрос. Современник Александра, его брат Андрей, а также Данил Галецкий, они видели какую-то другую модель поведения. И действительно, Данил так точно, а Андрей, видимо, к этому склонялся, да не успел. Они видели спасение или там атаку монголов на западе. Союзники, видимо, были там. Александр Невский тоже получил письмо от Папы Римского и Натентия IV. Всего было два письма, которые Натентий написал Александру Невскому. Это событие середины 50-х годов. Александру Невскому предлагалось, предлагался королевский титул, так же, как и Даниилу Галевскому, и военная помощь. Александр Невский не ответил на эти письма и, наверное, именно поэтому очень скоро после своей смерти он был причислен к лику святых. Монахи XIV века, которые, очевидно, создали и жития Александра Невского и участвовали в составлении летописей, в частности, лаврентийской летописи второй половины XIV века, где мы находим большое количество описаний жизни Александра Невского, они пытались объяснить, почему этот князь совершил подвиг, духовный, нравственный подвиг, благодаря которому он был причислен к лику святых. И, конечно, для авторов его жития единственным важным решением это решение отказаться от сотрудничества с католической церковью и сотрудничества с монголами. Здесь надо немножечко разбить, почему важно враждовать с католической церковью. на самом деле 1204 год разгром Византийской империи, Папа Римский признается в Византии главой православной церкви, христианизация Скандинавии, крестовый поход в Прибалтике и действительно у Александра Невского, который много времени проводил на Северо-Западе, очевидно могло сложиться понимание, что русские земли остаются последними православными странами, ну или землями, если быть точнее. Это накладывало, очевидно, наложило определенный отпечаток на его решение и на решение монаха. Почему нельзя дружить с католической церковью, понятно, но почему Александр не был осужден русской церковью за сотрудничество с язычниками и предвестниками апокалипсиса, как некоторые книжники начала 14 века их рисовали. Да потому, что с чисто утилитарной точки зрения Баты ничего плохого для русской церкви не сделало, а церковные акты свидетельствуют о том, что многие знатные люди на рубеже 13-14 века и на протяжении всего 14 века уходят в монастыри, оставляя этим самым монастырям свою земную собственность. Потому Александр Невский и был причислен к книгу святых. Именно такой князь сумел определить многие политические направления развития русских земель, которые потом приведут к видоизменению русских княжеств, перераспределению ролей, но принадлежность к Александру Невскому, быть его потомком, это главное и, наверное, единственное условие, благодаря которому ты можешь претендовать сначала на Владимирский престол, а потом на Московский престол. и вот этот факт говорит многое о силе и влиянии Александра Невского в среде своих современных. И неважно, было ли ледовое побоище вообще, если было, то именно там, где нам кажется, и случилась ли Невская битва именно так, как она описана. Важно, что Александр Невский крупнейший князь русских земель середины 13 века, который оставил спорный, но обширный след в истории нашей страны. А теперь вернемся к фактам. Факт номер один. Невским Александра называли еще при жизни. Это неправда. Александр Невский видимо такое прозвище получил у летописцев только в середине 14 века. Кстати, почему Невский тоже большой вопрос. Факт номер два. Александр Невский разбил шведов, которые пришли захватить Ладогу. Это частичная правда. Нам сложно утверждать, что конкретно хотели шведы, которые высадились в мустере Тиежора в 1240 году, но они действительно были разбиты дружиной Александра Невского. Факт номер три. Александр Невский сказал, кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибли. Это сказал Николай Черкасов в фильме Александр Невский 1938 года. Факт номер четыре. Александр Невский разгромил рыцарей Ливонского ордена на Чудском озере 5 апреля 1242 года. Это правда. Тому есть подтверждение как в русских летописях, так и в ливонских хрониках. Факт номер пять. Рыцари проиграли ледовое побоище, потому что утонули. Это неправда. Ни письменные свидетельства, которые описывают ледовое побоище, ни поздние исследования и изыскания археологов не подтверждают того факта, что кто-то утонул в процессе или после сражения на Чудском озере. Факт номер шесть. На самом деле никакого ледового побоища не было. Это неправда. Мы достоверно знаем, что в начале 1242 года случился очередной виток Новгородского и Ливонского конфликта и в апреле, может быть в марте, может быть в апреле 1242 года вблизи Чудского озера произошло крупное сражение. Факт номер семь. Александр Невский был садистом. Он резал носы и выкалывал глаза. Это неправда. Во-первых, сложно определить, является человек садистом или нет, особенно когда мы рассматриваем правителя средневековой эпохи. С другой стороны, Александр Невский, как правитель 13 века, безусловно, жестоко обращался с теми, кто поднимал меч против него. Факт номер восемь. А еще Александр Невский был ордынским коллаборационистом. Это неправда, хотя бы потому, что такой термин появился только в 1940 году, после разгрома Франции и Гитлером. Вместе с тем, Александр Невский, конечно же, сумел выстроить определенные взаимоотношения с ханом Батыем, что заставило последующих исследователей называть его предателем дела России. Факт номер девять. Александр Невский был приемным сыном Батыем. Это неправда. Есть версия, что отец Александра Невского, князь Ярослав, который овдовел и еще был жив, обручился с одной из монгольских княжонок на рубеже 40-х-50-х годов. Однако подтверждения этому нету. Никаких династических и семейных связей у Александра Невского с Батыем не было. Факт номер десять. Александр Невский святой, чьим мощам молится о смелости и мудрости. А это правда. Александр Невский уже через 40 лет был причислен к липу святых. Однако образ и причины обращения к его мощам у каждого человека свои. И четко прописаны они, конечно, не были. субтитры